Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня я хочу с вами поговорить про классические люксовые ароматы. Чаще всего я вам показываю какую-то нишу или такой яркий, современный люкс. А про именно такую красивую классику говорю очень редко. И сегодня у меня вот такое настроение. Мне захотелось с вами поговорить о, на мой взгляд, лучших классических люксовых ароматах из моей коллекции. В общем, давайте приступим. Как всегда, название всех ароматов будет в описании. Также ставлю тайм-код для вашего удобства. Я ставлю на все ароматы ссылки на сайт Рандеву. Их там можно приобрести. И, кстати, с первого аромата, с которым мы с вами начнем, я хочу его задублить. Я вам рассказывала, что на Рандеву на него сейчас хорошая цена с промокодом. Максимальный объем можно приобрести, потому что это, к сожалению, как я поняла, уже снятость. И он на какое-то время вообще пропадал. Я очень переживала. И вот сейчас я на себя записала, что в следующем месяце обязательно себе его задублию в максимальном объеме. И говорю сейчас про аромат поэмы. Кстати, вся информация подробная будет в описании, как я сказала. Там же будет мой промокод. Что касается поэмы, это, конечно, классика классическая. Аромат невероятно красивый. И я понимаю, что с каждым годом я начинаю понимать его все лучше и лучше, любить его все больше и больше. Это, конечно же, огромнейшая, красивейшая пирамида. Здесь у нас присутствует нота нарцисса. В принципе, настоящий цветок нарцисса я не очень люблю. Но здесь, за счет того, что многообразие нот, здесь у нас и нарцисс, и слива, и персик. Также нота датуры. Здесь и черная смородина. Здесь присутствует нота мимозы, ваниль, роза. Даже есть кожа. То есть, очень такая максимально насыщенная пирамида. Для меня, кстати, этот аромат все-таки больше на тему, наверное, персика. Персика, сливы красивые, сладкие, без излишней кислинки. Все настолько красиво. Есть какая-то мягкость и тягучесть в аромате. То есть, вот его жидкость у меня настоялась, стал такой прям янтарный. И вот у меня именно эта жидкость ассоциируется с самой композицией. Это очень статный аромат, но в то же время женский, женственный. Но, опять же, сказать, что я вижу этот аромат на юной девочке, нет. Все-таки для меня этот аромат, наверное, 30 плюс уже. До 30 лет, возможно, под какой-то определенный образ будет. И зависит, конечно, от человека, от его вкусовых предпочтений. Но для меня он как-то не для совсем юной девочки. И плюс еще какой-то образ он рисует соответствующий. Возможно, какой-то плащик, облучки. То есть, это не тот аромат, который можно нанести просто под спортивный костюм и пойти гулять. Нет, это абсолютно не про эту историю. Здесь действительно нужно соответствовать этому аромату. И действительно, со всей гордостью нести его в люди. Но, как я сказала, для меня даже есть какая-то медовость в нем. Он амбра, немного меда. Но мед здесь для меня красивый. Хотя мед, по-моему, в пирамиде не заявлен. Я, кстати, с нотой меда вообще на вы. Потому что иногда она такую какую-то животную нотку дает. Но здесь это прям, наверное, больше с цветочной точки зрения. То есть, больше цветы. Здесь такие настолько сладкие, медовые, что они дают вот такую вот красивую, умеренную медовость без чего-то неприятного. В общем, очень его люблю. Если хотели приобрести, приобретайте. Если хотели задублить, дублите, пока он в наличии. Пока цена на него не выросла еще больше. Вот я себе обязательно возьму соточку. Следующий аромат также от бренда Lancome. Он, конечно, более такой повседневный. Более универсальный и девичий, может быть. Но тоже уже, можно сказать, аромат легенда. Он абсолютно не новый. Но для меня это прям такая универсальная лошадка. Знаете, и в пир, и в мир это аромат Miracle. Все здесь строится вокруг ноты личи. Также цветочной здесь присутствует нота фрезии. Здесь присутствует классный перчик, который придает пикантности и искристости аромату. Здесь присутствуют также и цитрусы мандарин. Также есть цветочные аккорды, жасмин. Но для меня все-таки жасмин здесь не яркий. Понятно, он не плотный, он не медовый, он не индольный. Он такой больше зеленый, наверное, какой-то свежий. И все-таки доминирующая нота это все-таки личи и перчик. Наверное, если бы не было этой ноты перца, аромат бы был довольно простой, легкий, повседневный. Но перчик придает пикантности. Но при этом композиция максимально свежая, легкая. В аромате есть воздух, есть свежесть. За счет чего его можно наносить в любое время. И это, знаете, тот аромат, когда я не знаю, что на себя нанести. Особенно, если, допустим, идешь в поликлинику, где ты понимаешь, что будешь в тесном контакте, с врачом или вот какие-то такие организации, и ты понимаешь, что не хочется слишком напрягать окружающих, то этот аромат идеален всегда. Он вроде бы есть, он приятный, он комфортный, он приятен окружающим, но при этом он не бьет в нос и не сбивает никого с ног. Следующий аромат это у меня Шанель номер 5. Конечно, в Шанель я не могла пойти стороной. Вы знаете, смотрите мой канал давно, что в принципе с Шанель все и начиналось. Вся моя коллекция, у меня довольно много ароматов от Шанель в коллекции. Если, кстати, будет интересно, можно даже снять, наверное, видео. Хотя у меня было такое видео, но можно, наверное, повторить его. В общем, если будет интересно, либо поищите на канале это видео. Что касается пятерки, я пока, наверное, не доросла до классической пятерки в парфюмерной воде, хотя у мамы моей есть этот аромат. Мама мне его предлагала даже подарить, говорит, чтобы он у тебя был для коллекции. Но я пока отказываюсь, потому что я понимаю, что как будто бы для меня он еще сложноват. Плотноват и как-то как будто не доросла еще до него. А вот версия премьер просто влюбила меня в себя, потому что это для меня идеальное сочетание классической пятерки в парфюмерной воде и версии лё. Версия лё для меня слишком проходная, она вообще никакая, а парфюм не доросла. В общем, и соответственно, вот версия премьер это идеально. Хотя, знаете, у меня тоже была такая интересная история на моем канале Дзен, где девушка, даже не девушка, женщина написала мне о том, что у меня не такой какой-то аромат, что он не похож на оригинальный, что жидкость должна быть яркого, насыщенного оттенка. Я как бы ей попыталась объяснить, что это версия пятнадцатого года, это версия премьер, на что, видимо, эта девушка, женщина не захотела вникать в суть и просто начала обвинять о том, что я не знаю, что такое Шанель. Вот она знает, что у её парабабушки ещё, у бабушки это было. В общем, мне не получилось, к сожалению, донести до человека просто элементарно то, что, а, как она мне сказала, что версия премьер, и вообще ваши вот эти какие-то там премьеры никакого отношения не имеют к Шанель. В общем, как-то был вот такой ответ. Конечно, было обидно, что не получилось до человека донести эту информацию, но имейте в виду, если вы не знаете об этой версии, что есть версия премьер, это версия, как я сказала, пятнадцатого года, и он действительно более современный. Это чистота, это свежесть, это красивые чистые альдегиды. Для меня это аромат белой рубашки, но при этом здесь нету вот этой альдегидности, которую может давать старошкольность. Здесь всё очень легко, воздушно, красиво, и для меня это действительно аромат ухоженной, статной, стильной женщины, я бы сказала так, в общем, обожаю эту версию. Следующий аромат от Шанель тоже, я целенаправленно именно его взяла, потому что это тоже уже аромат классики, можно сказать, это кристалл в парфюмерной воде. Кристалл Оверт, это, конечно, совсем другая история, там всё это полегче, попроще, а кристалл классический, это, конечно, аромат истории, ничего не скажешь, аромат абсолютно не новый, но здесь сложно. Здесь, конечно, тут дело даже не в том, что, допустим, как многие говорят, что ароматы Шанель не для меня, нет-нет-нет, вот это даже не похоже, на мой взгляд, в общем-то, на Шанель, потому что он очень характерный. Здесь вроде есть и цветочность яркая, есть жасмины, есть альдегиды, но при этом я здесь ощущаю явно такую ноту сигаретности, что ли, я бы сказала, именно не дыма, не табака, табачности, но больше как сигареты, я бы сказала. Он такой довольно плотный, мшистый, немного даже шипровый для меня, есть прям мох или что-то в этом направлении здесь однозначно читается, и для меня он тяжеловесный, он статный, и это действительно аромат для... Если мы рассматриваем женщину, понятно, это женская версия, то эта женщина прям вот такая вот боевая, это какая-то бизнесвумен, который просто прожжённая этой жизнью, этими всеми подходами к бизнесу и ко всему, и вот она прям супер самоуверенная, идёт уверенно к своей цели. То есть это прям вот для таких женщин, скорее всего, эта женщина курит, потому что ей сочетание почему-то в аромате считывается вот эта сигаретность, и, наверное, даже аромат будет неплохо в перемешку с табачным дымом, хорошо будет звучать. Поэтому он такой статусный, сложный, но однозначно красивый. Следующий аромат, это у нас будет Dior, это мой любимый Dior Addict, у меня версия 2014 года, и для меня это тоже очень такая уверенная статная женщина, но я его вижу чаще на себе как праздничный аромат, у меня он несколько раз был ароматом нового года, потому что вот он какой-то праздничный. Здесь очень красивая ваниль, сочетается с цветочным блоком, с жасмином, но ваниль не гурманская, несъедобная, очень такая дорогая, красивая, но при этом я прекрасно понимаю, что этот аромат может быть вашей, так сказать, визитной карточкой, это может быть ваш повседневный аромат, если вы соответствуете этому аромату. То есть это тоже аромат, которому нужно соответствовать. Это не та композиция, которая подойдет под стиль casual, просто на каждый день здесь все-таки должна быть женственность и элегантность в вашем образе, потому что аромат довольно, во-первых, он яркий, и он довольно презентабельный, да, и хочется, чтобы носительница соответствовала этой композиции, и поэтому, да, почему-то он не ассоциируется именно с каблуками, то есть вот с каким-то таким образом, но не с вульгарщиной, а именно со стилем. То есть девушка должна быть женщиной максимально стильна с этим образом, иначе, с этим ароматом, иначе он будет как-то инородно звучать, но обалденный, просто нравится, шикарный ваниль, и до недавнего времени мне казалось, что он возрастной, но в какой-то момент я до него доросла, и теперь просто не могу от него отлипнуть. Далее аромат тоже уже легенда, можно сказать, 30 лет в этом году исполнится этому аромату, впрочем, как и мне, и это у нас Dolce Vita. Долго я ходила вокруг этого аромата, слушала огромное количество положительных отзывов о этом аромате, какой он прекрасный, но в то же время были негативные отзывы. И все-таки я решилась его приобрести, и не пожалела. Здесь действительно есть красивая, плотная, яркая цветочность, но в то же время этот аромат как будто облегчает вот эти искристые пузырьки шампанского. Действительно, есть либо лимонадность какая-то прям вот дюшесовая, либо какой-то все-таки, или может быть это шампанское, но безалкогольное, я не знаю, то есть какой-то прям алкогольности я не ощущаю, но в нем искристость, вот это пузырьки эти искристые есть. При этом здесь есть очень яркий блок именно чистоты. На ком-то, может быть, он звучать будет не очень красиво, не то что прям мыльность, но прям эффект вот таких вот каких-то белых цветов с мускусом, скорее всего. И, конечно же, доминирующую ноту здесь у нас играет персик. Здесь у нас и персик, и абрикос, может быть, даже да. Это не дюшесовый лимонад какой-то, а вот именно какой-то газированный напиток с персиком, можно сказать так. Здесь присутствует еще нота лилии. Возможно, лилия кому-то может давать небольшую затхлость в аромате, поэтому тестируйте на коже, потому что он может раскрываться как супер шикарно, так и неприятно, как и все ароматы, но он особенно. Потому что здесь у нас и в базе, и в старте присутствует лилия. Также есть нота кокоса, но кокоса я здесь как-то кого-то не ощущаю. Больше для меня это такая цветочность и пузырьковая искристость. Следующий аромат у меня от Dior, это классический пуазон. И это невероятно красивый аромат на тему сливы. Здесь у нас и слива, здесь у нас разные красные ягоды, нота кориандра. Весность очень такая приятная. Здесь, конечно, присутствует огромное количество нот. Также присутствует и гвоздика, и мед, и корица. И пудровость передает здесь гелиотроп. Здесь очень такая хищная для меня тубероза, жасмин очень яркий. И все вместе это звучит невероятно красиво. Кстати, знаете, вот в этом аромате меня не напрягает никак и не смущает нота меда. Хотя часто мед я ощущаю не очень приятно в ароматах. Но, в общем-то, все-таки главенствующую ноту здесь играет нота сливы. И слива здесь невероятно красивая. Это даже чернослив, возможно. То есть нету такой кислинки прям свеже сливы. Может быть, даже больше чернослив. Немного корицы. Он такой тягучий, плотный, красивый. Многие бренды пытаются повторить этот аромат. И у кого-то получается хорошо, у кого-то не очень. Но, конечно, сам классический оригинальный аромат не сравнится ни с тем. Также, кстати, здесь заявлена еще нота ладана. Прям такого яркого, натурального, естественного ладана я не ощущаю. Но есть какая-то дымность небольшая в аромате. Какое-то мистическое звучание, я бы сказала, тоже красивенный. И последний аромат на сегодня. Это будет у меня тоже довольно классический, многими любимый аромат. Которому всегда нужно тоже соответствовать. Который подойдет не под любое настроение, не под любое событие. Это слоник от кинзо. Это просто спецевая бомба. Это огромное количество красивых специй. Это теплый, это горячий аромат. Действительно, огромное множество специй. Здесь у нас и кумин, и гвоздика, и тмин. Также присутствует нота лакричника. Кстати, многие тяжело очень переносят эту ноту. Поэтому нужно быть аккуратнее. Цветочный аспект. То есть, это яркий иланг. Это гордения, такая немного кремовая. Это амбра, немного почули. Действительно, аромат просто песня. Настолько он красивый. Но вот эта вот перечность с нем иногда прям щекочет нос. И удивительно, ну, конечно, это неудивительно, в принципе, что такие спецевые восточные ароматы красиво звучат в жару. Вот в жару, прям вот в жаркое такое время, он раскрывается очень мягко. Он как будто плавится на вашей коже. В прохладу, конечно, он довольно колкий. Он как-то прям свербит, щекочет нос, по крайней мере, мне. Поэтому мне больше нравится его наносить в теплое время года и совсем капельку. Потому что он невероятно бронебойный. Поэтому, конечно, будьте аккуратны. Но если вы ищете прям идеальный, красивый, спецевый аромат, обратите внимание на слоника, если ты с ним еще не знаком. Вот такие вот мои любимчики, классические. Тоже, опять же, думаю, всеми, или, по крайней мере, многими любимые в моей коллекции. Пишите, что у вас из такого направления есть. Классического в фаворитах. Как вообще относитесь к этим ароматам. Будет это очень интересно. И на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока-пока!